всем привет друзья сегодня уже 11 ноября снег пошел сижу тут на скамейке и думаю какую же тачку сегодня отснять а какую же тачку петарду пушку бомбу ну вот она да да это skoda сегодня будет rapid ambition исполнение миллион сто она стоит 1 6 90 кобыл на механике там вроде бы как разница между 110 кобылами 90 в 50 тысяч составляет вы особо не почувствуете это просто прошивка столь прекрасный автомобиль вы сможете приобрести в автосалоне чулы супер авто вся подробная информация в ссылке в описании к видео город набережные чулы ну что друзья давайте посмотрим что это за тачка крутая не крутая вообще закрыть открыть немножко нервно видеть она закрывается нормально открывается так тум-тум два раза как-то нервно типа как citroen а вот так она делает не очень нравится мне такая фишка на самом-то деле вот такой красивый volkswagen polo в другой упаковке только их для вас венецианский хрусталь если мне не изменяет память вот эта вот тема обыграна зачем она автомобильной тематике вот непонятно такие x-образные штучки вот так они уходят все это связано с венецианским хрусталем как венеция связана со skoda тоже непонятно и вот тут вот эти элементы они здесь видны ну что в белом цвете красотка просто за миллион сто я думаю да наступили те времена когда бюджет на автомобиле стоит от миллиона рублей то в среднем там 900 миллион сто и вот никуда не денешься приходится их покупать понимаете такое дело ну что так открыли оба запах нового автомобиля ни с чем не сравнимый абсолютно запускаем так ops немножко откатились даже наружная температура 0 5 градуса даже не один градус она 5 так прям градацию делает интересно вообще так ручник час сделаем ну что могу сказать здесь классный руль такая имитация под двухспицевую баранку она на самом деле удалось им круто но вот не хватает вот этой спицы я прям визуально чисто достраиваю вот эту спицу и вот здесь вот такие проборы конечно прям дырочки я не знаю понравится это вам не понравится как по мне так интересно конечно чем-то напоминает из класс 223 сейчас уже 223 это вообще космос какой-то но здесь 222 на самом деле при его местах удобного хвата кожи в принципе тоже хорош радиальная цифровка на любителя прям такого очень любителя электростеклоподобники давайте обо всем по порядку сейчас немножко ответ на него так а подогрев есть это у меня уже пятая точка то хорошо пример за пока сидел на этой скамейке деревянной вот деревянный автомобиль нужно напишите в комментариях почему бы не сделать деревянный автомобиль да было круто бы хотя бы какое-то наполнение вместо пластика дерево поставить это будет вам здорово здесь у нас такой подстаканник под стаканники вот там на самом деле здесь у нас вещевой букс и подлокотник тоже в эко кожа затем вот такая строчка идет автомобиль растет с каждым разом и знаете что какая ситуация меня больше всего тревожит в автомобильном мире это то что они каждый год каждые полтора года а то и полгода какой-то рестайлинг делают обновляют следующее поколение следующие те ребята которые купили автомобиль 2-3 года назад они сейчас чувствуют себя немножко но не в своей тарелке это мягко говоря понимаете вот я купил допустим skoda rapid там два года назад я понимаю что моя тачка уже и эмоционально чисто для меня устарела визуально мне на нее неприятно смотреть и в техническом плане тоже в принципе устарела вот тут крутая мультимедиа еще что то есть вот эта часть меня не то чтобы тревожит а выводит из себя вот они как они заставляют автопроизводители нас чувствовать вот не там где мы должны быть понимаете еду а у меня первое впечатление что надо бы это самое ну как бы в общем обновиться я думаю так сейчас скину ее где-нибудь в трейдин добавлю пересяду на новую это же плохо это очень плохо автомобиль должен служить долго вот например смотрите вообще не заморачивается в этом плане даже самая ну как сказать он это не вода то есть 30 лет назад ты ее купил 40 лет назад или вот только что пять минут назад него одно и то же вообще никаких отличий нет гелик то же самое там жалко что пятерку и семерку сняли с производства но факт остается фактом что касается рулежки очень вкусная классная в классе одна из самых лучших если допустим сравнивать с солярисом да здесь все поблагороднее здесь все как-то понасыщеннее такой рафинированный комфорт вы получаете в солярисе в рио но такого вы не встретите то есть даже сама рулежка чувство защищенности это прям чувствую что лкп толще толще это точно и однозначно здесь комфортных опций побольше будет чем в том же сам корейском автомобиле но сравнивать допустим с российским производителем в топе веста но это вообще просто небо и земля это как минимум будет некорректно но и не нужно это делать так посмотрим сейчас камера заднего вида здесь есть или нет нет камеры заднего вида здесь нет ну как то так остановимся мы с вами так смотрите подогрев руля он имеет три ступеньки смотрите три деления я еще раз нажимаю два деления одно деление и выключается в бюджетном классе трехступенчатый обогрев это как понимать вообще давайте если есть обогрев ставим перфорацию и охлаждение для лета это будет здорово я считаю здесь хрома предостаточно рояльный лак здесь тоже хром соответственно голосовые команды управления для аудиосистем вот такие крутилки здесь до прибавить и убавить звук вот таким образом все можно сделать управление для бортового компьютера здесь клавиша не работает написано зачем тогда если она не работает вот тоже интересно интересно или нужно набрать скорость чтобы она заработала борт компьютер и так далее со всем с этим вы разберетесь быстро очень здесь соответственно с активация для круиз-контроля лимит можно установить управление стеклоочистителями управление светом мой подогрев сиденья конечно термоядерный работает достаточно быстро и все происходит здесь так как ты в принципе ожидаешь это классно в этом автомобиле ну за миллион сто то я думаю должно быть классно электро регулируемые зеркала таким образом они поднимаются опускаются притом можно сконфигурировать чтобы это зеркало тоже также работала электростеклоподъемники так передний у нас автоматом а задние необходимо удерживать опускаются они до конца это здорово вот на передние я сказал со стороны водителя всего лишь автоматическое стекло блокировка стекла световая индикация есть ручки тоже как произведение искусства можно сказать теперь самое крутое аудиосистема в топе понятное дело что будет и график и все такой большой дисплей обзор борт компьютер состояние автомобиля заправьте понятное дело затем настройка есть отключение шины освещение стеклоочистители ну в общем нужно иметь ученую степень чтобы совсем этим делом разобраться apps тут здесь у нас apple carplay android auto mirror link все можно соединить управление для телефона радио медиа кстати источники смотрите а мфм юсб-1 юсб-2 смарт-линк bluetooth аудио кто еще предлагает такое посмотрите какое меню как здесь все детально продумано вот кто еще как не skoda и volkswagen ваг продукт предоставит вам такую штучку прекрасно сами понимаем что нет ни одного вага в стоке и можно бы до его чипануть этот мотор будет он ехать нормально когда приезжаем дилеру расчиповываемся и как обычно обслуживаем на сухом щупе верно так здесь можно избранное добавить чем вы чаще всего пользуетесь вот и все chrome тоже глянцевый пластик конечно возникает ощущение что он зеркалит вас и то есть я отражение свое вижу в руки вот как-то нужно было чем-то этим моментом заняться и прикрыть какой-то антиблик сделать здесь якобы такая алмазная тема наполнения здесь вот тоже климат все очень высокопроизводительный главное адаптирована под наши российские условия эксплуатации под наши дороги под наших собственно говорят дураков это здорово здесь регулировка для потока воздуха классная центральный замок практически бесшумный но когда я не вижу вот эту пипку допустим когда вот здесь она не ходит или вот здесь мне как-то становится не по себе я себя чувствую как-то обделенным что ли skoda assistant с помощью на дорогу здесь многоканальный телефон служба работает круто что он электронный но в то же время не знаю вопросы электро обогревового стекла задний обогрев стекла тоже имеется здесь эроглонас колонка 2 юсб тайп си но тоже тайп си конечно переходничок просто покупаем и все никаких проблем нет вещевой бокс 2 подстаканника здесь прикуриватель на всякий случай если но вдруг приспичит да и не знаю все все больше нет ничего ровным счетом и вот эта вот тема старая вы знаете у нас спасаты идет с b5 вот как они не обновляют тут уже все на сенсоре должно быть на диодах нет не обновляет абсолютно контейнер для очков очень маленькие очки должны быть у гномика наверное либо у миньона вот такие дела такие дела стоят здесь подогрев сиденья тоже для второго ряда две ступени сейчас как раз таки посмотрим как это все дело греется вообще работает ну салон классно мне нравится допустим предпочтение моё если у меня там есть миллион миллион двести на кармане то есть в любом случае я смотрю себе бюджетную тачку только нова с этим акцентом то я буду наверное все таки делать упор на вак продукт в любом случае потому что здесь как-то все очень продумано вот прям действительно очень ты чувствуешь себя автомобиле классом выше это прям такой можно сказать супер мини супер копия просто какой-то брачный сын который где-то там был есть управление для света туманки врубаем давайте все что есть у нас он собранные крепкий и вот эти simple клево идеи они вас просто будут каждый день радовать завораживать как хотите лкп у этого автомобиля достаточно крепкая поэтому особо не переживайте вот так открывается капот педальный узел здесь тоже все аккуратно смотрите они какую-то прослойку сделали да не может быть такого да это прослойка зачем они положили поролон туда а вы что-то вообще елки-палки смотрите поролон это же не поролон это войлок прикрытой чем-то видимо для шумки но это же видно почему не прикрыли то да нет да 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 это же пушка просто просто пушка как так-то об этой диагностический модуль такой педальный узел сидушки удобная подушка соответственно откидывается вот так все это дело поднимается вот таким образом опускается без проблем при том очень долговечный материал на самом-то деле вот давайте дальше продолжим рассматривать столь прекрасный автомобиль здесь у нас кожзам с кролика видимо это все сделали вот либо с лисицы хитрится здесь якобы под карбон но видимо не хватило энтузиазма доделать после карбон такие дела эти элементы меня радуют и вот тоже зеркало вам предоставляется можете на себя любимого полюбоваться таким образом складывается зеркала сегмент правда небольшой по указателю почему они тоже не расширили вопрос видимо бюджетность не бюджетность непонятно здесь в номер хорошего это автомобиля обзорность достаточно 16 диски 195 на 55 хотя можно было 205 на 55 воткнуть это как минимум такой дизайн тоже интересный подвеска но я скажу она такая среднестатистическая для этого автомобиля 420 довольно износостойкая тема и в данном случае у нас континентали или что пирели стоит пирели вот заводская балансировка у нас такая неплохо на самом деле потом подгонка по деталям здесь и лезвие даже не пройдет как передний так и задний бампер хорошо достаточно хорошо я не могу отделаться от ощущения что это поле как так даже штамповки на капоте вот такие рельефные не помогают мне диоды стоят как видите диодность это что-то еще такое ультра технологичное туманки вот такие здесь притом комбинированная тема и диоды и галоген то есть лампочка накаливания в любом случае присутствует и вот здесь тоже лампа накаливания поэтому придется вам менять тоже лампочки и гордиться вот таким светодиодным светом достаточно хрома на радиаторной решетке ну что давайте кочергу в дело пустим сейчас я так установлю вот эту кочергу и посмотрим на этот эмпай движок 1690 так как бы можно конечно раскочегарить его на форме посмотрите какие решения вообще есть для этого дела они уже давно давно придуманы магнити морелли такие дела взяток уже большого карлеса здесь у нас такой период периодически он будет включаться на вот это интересно да чтобы поменять лампочку получается вот она здесь и заглушка на вот эту лампочку идет отсюда все легко доступно здесь даже провода так оставили стекломывающая жидкость здесь антифриз должен быть G13 следующего поколения Volkswagen Auto Group с навесным проблем особых нет стартер генератор по термостату все окей ходит достаточно долго если за этим делом следить соответственно катушки впуск и выпуск тоже хорошо организован там даже зон кислородный в общем бак продукт получился вполне себе хороший в Беларуси сборка по АКБ и в данном случае у нас АКБ интересно несколько ампер часов 61 хватает его для наших российских условий эксплуатации так скажем морозным диньком вы его запустите однозначно рулевые наконечники тяги тоже достаточно крепкие шаровые ступичные все нормально по подвеске так вот я забыл сказать по подвеске смотрите какое дело она вроде бы как крепко избитая но на пробой вот допустим когда вы где-нибудь будете летать по трассе со скоростью 120 километров в час если вы поймаете хорошую такую ямку все-таки у вас мимика по лицу изменится и вы так как так а вот допустим по городу можно вообще как хотите кататься она все проглатывает абсолютно особенно на 55 но на 60 профиля это точно смотрите как пожалели вот все-таки вак продукции вот эти элементы почему они так прикрывают чтобы допустим если что-то внештатное произойдет чтобы все не разбрызгалось а в данном случае они пожалели почему-то не полностью закрыли это дело и не знаю наверное это бюджетность сказывается на этом автомобиле в любом случае здесь не пожалели шумку и вот уплотнитель и не такой замочек желтый цвет прям солнышко окрашенные собственно говоря вот вас забираете сюда масло вот такой у вас щуп желательно проверять масло потому что я не знаю справили они это все дело поджирать в любом случае могут даже нулевое то нужно тщательно здесь проводить такие дела и если уж вы приобретаете такой новый автомобиль я вас с этим поздравляю но желательно закатать это дело все в бронику до сюда соответственно крышу боковые зеркала не пожалеете тоже передний байпер пары соответственно и крылья шкода кристаллайт здесь надпись такая кристальный свет шкода иметь шкода гордился бы таким автомобилем однозначно передних датчиков покупки здесь нет вы видите про уши на для буксировки вот он гениальный бренд шкода теперь я продемонстрирую вам переднюю подвеску столь прекрасном автомобиле сейчас уже точно не помню где-то 160 может 170 миллиметров у вас по клиренсу под брюхом плюс еще стоит защита друзья не забывайте подписываться на канал будет еще чем много интересных и познавательных видео что вот такая красота разве не красота друзья супер бюджетная . теперь напишите пожалуйста кто бы сделал выбор в пользу все-таки весты невесты ладой либо x-ray либо в пользу ларгуса я не знаю конечно это не очень корректно сравнивать эти автомобили но все же все же с этой стороны все бардачок к сожалению не закрывается на ключ как видите он достаточно вместительный с подсветкой с каждым трудоваться по эксплуатации очень глубокий кстати каждый элемент тщательно проработан несмотря на то что это бюджетная что здесь очень круто допустим недавно я делал обзор на рено логан на бестселлер рынка и вот эти элементы где-то что-то проваливалась мне дико не нравилось здесь все крепко сбито монолитно солидно куда бы ты не прикоснулся некоторыми от конечно дышат и пластик так далее но все же до с постоянной пропиской здесь могут быть сверчки поселиться но это дело исправимое когда тебе общее впечатление портит подгонка деталей стыки и швы это прям плохо вот в логане было так приблизительно это он стоил то есть комплектация там самая минимальная access 745 тысяч рублей так он 660 со скидками что ли смене изменяет память вот такие дела приблизительно с этим автомобилем сейчас я продемонстрирую вам нижнюю часть этого прекрасного автомобиля самое конечно нехорошее что они с обновлениями так и не убрали вот этот трос ручника а как так то с этим обновлением я думаю что он уйдет в прошлое но нет трос ручника как обычно торчит вот вроде бы мелочь данный с автомобиль состоит из мелочей и как так вот просмотреть это дело тоже нехорошо такие дела здесь у нас лючок бензобака находится и да это скребок для непосредственно стекла и увеличительное стекло вставляете себе два в одном здесь рекомендации по давлению в шинах 14 можно ставить 15 16 даже топовые 17 92 минимум 95 лучше заправлять тогда он поедет шустрее весь потенциал раскроется и топливная камень прекрасно первая заправка но у коли ладно хорошо я тоже скажу я заправляюсь на луку или все время потому что мне нравится это заправочная станция и так здесь место просто целый вагон это даже знаешь чем сравнить volkswagen fayton такие дела откидом от центрального подлокотника нет лишь три подголовника вот такой для видимо полторашки у вас сока углубление здесь тоже usb type-c получается usb type-c для зарядки 4 штуки подогрев сиденья тоже работает прекрасно претензий никаких нет такой интерьер все сглажено вот прям они стараются каждый момент продумать вот до такой степени так тщательно чтобы вы радовались этому авто это здорово здорово пищевые карманы с обеих сторон слева справа имеются такая подсветка по центру он тоже не диоды электростеклоподъемники здесь наверно хотели добавить хром но как-то это в общем пожалели или изменились у них мысли высокочастотной динамики аудиосистемы всего я так понял здесь 8 плюс 4 высокочастотных точнее включая 4 высокочастотных эта тема для ремня из какие-то конфигурации вы проделываете вот 40 60 со складывается раскладывается таким образом крепление для детских удерживающих кресел якорного типа и безусловно есть и софикс так это сидел убирается обратно ну и ставится таким образом чтобы ремешки не пропадали никуда таким делом можно позаниматься сзади управляемость вот что-нибудь сказать по управляемости когда сзади балка это прям не акте хорошую управляемость какая вот должна быть многорычажка все-таки на седании считаю что многорычажка это самое оптимальное решение потому что палка все портит она живучая там кроме соленблок ничего менять не нужно со временем но я за на крыльчажка это однозначно и так самое крутое в этой тачке это багажник он просто невероятный образ за как какой-то кратер вулкана вы посмотрите 580 а может даже и больше здесь литров могу ошибаться напишите в комментариях наверно где-то 550 580 то что-то много сказал здесь розетка различные крючки тоже приспособления для крепления груза вот так о клубачки смотрите вау такое дело обратно можно установить при этом вот так все быстро достаточно вот такой органайзер данном случае запаска там крат инструменты шумка небольшая вот здесь еще вещевой бокс здесь такая же стоит достаточно достаточно продуманная неплохо все смотрите здорово можно выкроить соответственно еще место вот эту полочку снимаем складываем таким образом давайте сложим кстати для чистоты уж эксперименты если мы такими делами с вами занимаемся давайте уж до конца наверно здесь все выставим чтобы было прям наглядно видно и понятно какой здесь багажник и посмотрите какой здесь багажник если снять полку а мы это дело с вами запросто сможем сделать вот так то чем у нас здесь крепится сейчас я посмотрю нужно чем-то поддеваться да вот такой мне даже камера слетела так все всю тачку в общем разобрал смотрите сколько здесь место это невероятно если еще дальше сложить вот эти кресла даже не знаю сюда можно 3 комода 6 телеков и 5 телевизоров грузить это точно как так то вот за это наверное любят skoda как октавию так и супер так и и собственно крат этот rapid вы посмотрите сколько места сюда skoda fabia залезет в качестве подарка за покупку такого автомобиля бонусом зайдет это точно здорово посмотрите сколько места и это ли не чудо сейчас вам продемонстрирую немножко подвеску этого автомобиля задняя в общем целом все-таки автомобиль продуманный и вот такие штучки здесь неуместного почему они не могли нормально ручку воткнуть хорошую добротную ручку простую но нет вот вы должны довольствоваться элементов кто-то может конечно дико шутить по этому поводу и возможно будет прав диодная подсветка номерных знаков но когда-то не было не прошло конечно вот такие вот такие дела со столь прекрасным автомобилем да я уверен что он хорошо отвоюет свой сегмент рынка кто бы что не говорил время покажет это такой великий уравнитель в данном случае автомобиль 9 из 10 это точно есть какие-то просчеты есть какие-то промашки понятное дело производители стараются что-то оставить на следующее поколение на рестайлинг или вообще заморачиваются очень сильно в данном случае ребята и шкоды вообще большие молодцы прям можно пятаком лепить однозначно в дневник вот без прогулок видимо все делали прямо отличники своего дела нации на этом все друзья я надеюсь этот обзор для вас информативно загорелись покупкой столь прекрасного автомобиля но миллион 100 на данный момент 100 подписывайтесь на канал будет еще очень много интересных и познавательных видео всем удачи при покупке новых автомобилей